Страна отмечает 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана. В истории России эта война оказалась скорее трагической, чем победоносной, но поступить иначе мы не могли. На карте стояла целостность Советского Союза. Подробности в нашем историческом очерке. Вообще вся эта кампания должна была продлиться максимум 4-6 месяцев. Никто не хотел и не должен был ввязываться в эту долгую 10-летнюю войну. Поэтому вообще Афганистан на тот момент получился такой полигон столкновения двух мощных геополитических держав, таких как Соединенные Штаты и в то время Советский Союз. Шла холодная война. Каждый преследовал свои интересы. Некоторые даже говорят, что неправильная война, мы не должны были быть там. На самом деле, понимаете, сейчас все это меняется. Те политики, которые раньше так заявляли, но я считаю, что они не до конца изучили историю возникновения вот этого конфликта. Ввод советских войск в Афганистан стал частью так называемой «войны теней» или военно-политического соперничества Британской и Российской империи за влияние в Центральной Азии. Началась она в 1717 году еще во времена Петра I, пытавшегося обеспечить доступ стране к азиатским товарам и хлопку, а заодно защитить южное владение России от набегов кочевников. Англичане к тому времени уже обосновались в Индии, превратив ее в свою колонию, и стремились защитить владение, сдерживая продвижение России на юг Азии. Англичане действовали чужими руками. То вооружали персидскую армию, то афганскую, но ту и другую русские всегда били. Сам Афганистан Британия захватывала дважды в XIX веке, но закрепиться так и не смогла. Воинственные повстанцы каждый раз сбрасывали иноземное владычество. Новый виток борьбы за сферы влияния начался уже в XX веке. В ходе Холодной войны Британия в Союзе США вновь предприняла попытку захватить Афганистан. 3 июля 1979 года американский президент Джимми Картер подписал секретный президентский указ, санкционирующий финансирование антиправительственных сил в Афганистане. Для этого в соседней республике Пакистан в лагерях для афганских беженцев были развернуты центры подготовки вооруженных группировок. И спустя месяц, 16 сентября 1979 года, выпускник Колумбийского университета США Хафизула Амин в ходе переворота захватил власть в Афганистане и убил бывшего главу государства. В свою очередь политбюро ЦК КПСС решило ликвидировать Амина, опасаясь, что он разрешит НАТО разместить в Афганистане свои военные базы. И 25 декабря 1979 года в республику был высажен первый разведбатальон, а через два дня в ходе штурма президентского дворца Хафизула Амин был убит. Мы должны были быть там. Если бы, я считаю, да, это мое мнение, если бы мы тогда не появились, мы бы гораздо раньше потеряли бы свой Советский Союз и совершенно по другим мотивам. Потому что шел очень большой объем наркотрафика, шли большие объемы нелегального вооружения, то есть наши азиатские вот эти вот восточные республики. И мы это прикрывали. Вот как сейчас в Сирии, да, ну, правильно наше руководство говорит, гадюку надо бить там, где она находится, в логове, не ждать, пока она приползет к нам сюда, да, уже будет поздно. Давайте вспомним начало 2000-х, все вот эти взорванные дома, все вот эти теракты. Мы это пережили, мы это смогли подавить, но сейчас не надо делать таких ошибок. В то же время и там мы старались остановить там расползающуюся вот эту вот заразу у них на территории. Ну, такие как господа Соросы тоже несли свою лепту с помощью там нефти и так далее, помогли проиграть, скажем так, нам холодную войну. А сейчас они все бесятся, потому что наш лидер, Владимир Владимирович Путин, смог консолидировать, сплотить вокруг себя народ, поднять. И мы отвернули все эти долги этим лондонским клубом и так далее. И наше государство снова стоит, стоит устойчиво на ногах. Дорогие ветераны боевых действий, разрешите мне, как председателю Артемовского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов боевого братства, поздравить вас с 15 февраля, днем вывода советских войск из-за республики Афганистана. Также я хочу поздравить всех жителей АГО, от себя лично, от ребят, от нашего клуба «Морпех» с 23 февраля, с Днем Защитников Отечества. Хотим пожелать всем вам крепкого здоровья, удачи в семейной и в личной жизни. С праздником!